В России большинство людей предпочитало и предпочитает жить своей личной, приватной жизнью. И если они узнают, что кто-то, их друзья или соседи, занимаются каким-то там активизмом, они будут неприятно удивлены. Большинство населения считает, что это какие-то странные вещи, которые ни к чему хорошему привести не могут. И я думаю, для этого, на мой личный взгляд, есть три причины. Первая для советского поколения, кому около 40 лет и выше. Все эти поколения были вовлечены в публичную политическую деятельность. Например, это рисунки советских школьников. Вот так проходило наше детство. Обязательно петь революционные песни, маршировать после уроков, сдавать макулатуру и металлолом. А в это время родители после завершения рабочего дня сидели на собрании и говорили заранее им известные прописанные реплики. Таким образом, вроде бы мы все были вовлечены в политическую активность, но при этом в роли марионеток. И поэтому, когда Советский Союз развалился, все эти поколения решили никогда не участвовать в политической деятельности. Вторая причина участвовать в какой-то политической и социальной деятельности опасна. У нас сейчас, если мы хотим протестовать против власти, надо сначала получить разрешение этой власти провести митинг против нее. А если они не дают такого разрешения, то митинг несанкционированный. Его разгоняют дубинками тех, кто поймают, сажают на несколько суток, штрафуют. И интересно, что вот в этих несанкционированных митингах в основном принимают участие очень молодые люди и даже подростки. Казалось бы, они выросли при Путине, должны всего бояться. Но оказалось, даже они как-то более раскованные и открыты к изменениям, чем советские поколения. Ну и третья причина, что большинство протестов и различных акций в России ничем хорошим не заканчивается, никаких результатов достичь не удается. И поэтому большинство людей думают. В митингах участвуют провокаторы, агенты, проплаченные Западом. Ну просто фотографы-журналисты, сумасшедшие и лентяи. В какой-то мере это правда. Я подумала, что виды активности в России можно разделить вот на такие группы. И если в других странах что-то и слышат про протест в России, чаще всего это акционизм. Конечно, вы все знаете Pussy Riot и, возможно, многие знают акции Петра Павленского. И сейчас эту линию акционизма продолжает молодая художница Катрин Нинашева. Это ее перформанс, который проходил в сентябре на улицах Москвы, называется «Груз-300». И это название взято во время военных действий, когда транспортируют раненого бойца. Это называется «Груз-300». Катрин Нинашева побывала этим летом в Донецкой непризнанной Украинской республике, где ее незаконно схватили и пытали. И это ее акция как раз про физическое насилие, которое мы переживаем в России на подсоветском пространстве. И ее предыдущая акция тоже была связана с пытками. Акция называлась «Наказание». И это про пытки, которым подвергаются воспитанники в детских домах в России. И Катрина повторяла те наказания, которые испытывают воспитанники детских домов. Например, надо было отжиматься с кроватью, привязанной к спине. И все эти акции очень эффектно-визуальные, драматические по содержанию. Они производят огромное впечатление, и информация о них широко распространяется в медиа. Но есть проблема, как их воспринимает большинство населения в России. Например, если мы возьмем самую известную акцию «Посерай», то когда девушки находились в тюрьме, в их поддержку многие художники создавали свои собственные произведения. И во всех этих работах иностранные художники видели демонического Путина, средневековую дремучую православную церковь и дерзких панков, за которыми будущее. А население в России видели, какие-то непонятные личности напали на доброго царя Путина, оскорбляют православную религию, которой мы гордимся. А сами они непонятные агенты Запада, которых надо гнать из России. На самом деле, это самая распространенная точка зрения о том, что сделали «Посерай» внутри России. Поэтому, с одной стороны, акции показывают какие-то политические проблемы, а с другой стороны, они делают наше и так очень разрозненное общество, еще более разрозненное. Спасибо. 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 Спасибо.